Речь пойдет о легенде, о легенде, которой вернулся Денис Терехов и сделал фильм. Речь пойдет о таежном тупике, который открыл когда-то для всех читателей России Василий Михайлович Песков. А Денис Терехов снял фильм об Агафье Лыковой и недавно оттуда вернулся. Денис, как занесло в такие дали? Добрый день. Ну, я, если честно, собирался в отпуск. Я сам из Норильска, поэтому Красноярский край для меня, в общем, не чужой регион. Я, правда, уже 20 лет в Москве живу, но, тем не менее, у меня там много друзей. И, в общем, мой добрый товарищ Игорь Остапов, красноярский журналист, говорит, слушай, что ты все по заграницам ездишь, приезжай, у меня там где-то... Есть человек. В Красноярском районе, значит, посидим, посидим, значит, у костра на заимке у меня. Я говорю, мы же с ума сойдем там целую неделю сидеть. Ну, покатаемся по окрестностям. Ну, вот так вот из разговора «покатаемся по окрестностям» у нас получилась экспедиция. Человек с тремя машинами, с вертолетом, с газетами, информационными агентствами. Звал ваших коллег, но, к сожалению, не смогли к нам присоединиться тоже. И в итоге у нас оказалась на маршруте Агафья Лыкова. Я к своему великому стыду только начал готовиться к этой поездке. Вообще, прочел «Таежный тупик». «Таежный тупик» – документальная повесть журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова о семье старообрядцев-отшельников Лыковых, которые живут в глухой тайге, без контактов с внешним миром долгие десятилетия. Впервые появилась на страницах «Комсомолки» в 1982-м, а через год вышла отдельной книгой. И как вам? Знаете, у меня было некоторое предубеждение в отношении таких старых советских журналистов. Я думал, что они вот как старые советские газеты, многобуквенные, многословные, они такие же тяжелые и такие фундаментальные, невероятно легко читаются. У меня было ощущение, что я вот читаю своего современника. То есть очень легко, практически считается как детектив, такой вот сериальный стилистик, когда одна глава там подхватывает другую главу, получил большое удовольствие. Хорошо. Вот добрались до Агафьи Лыковой. Ну, ладно, а как добирались? Там же, насколько я помню, я просто общался со многими журналистами, которые туда ездили, да, всегда какие-то приключения, всегда какие-то проблемы. Вот как вам больше повезло? Прошло как по маслу или приходилось преодолевать? Ну, смотрите, у нас был довольно насыщенный маршрут. Мы из Красноярска на автомобилях доехали до села Таята, где живут, я бы сказал так, единоверцы Лыковые, тоже там люди, которые исповедуют старый обряд. А там дальше мы побывали в заповеднике национальном Ергаке, где просто насладились красотой Красноярской земли. На Сан-Шурской ГЭС побывали. И вот потом из Абакана уже должны были лететь на вертолете к Агафьи. И первый день у нас нелетная погода. Классик. Если бы мы только имели Агафью на маршруте, это была бы не проблема. Ну, подождем. А у нас дальше Хакасия, озера Шира и Туз. Дальше нужно возвращаться в Красноярск. Агафьи – это один из пунктов нашего маршрута. Да, самый важный, да, самый волнительный, но один из пунктов. И, в общем, там дальше нужно улетать. Мы не можем ждать. А вдруг завтра не будет нелетной погоды? Мы ночуем в Абакане. Утром подъем в 7 утра, я выхожу, просто молоко, вообще ничего не видно. Ну, все, думаю, я уже говорю, ребят, ну ладно, едем в Красноярск, значит, видимо, как-то я там, видимо, буду объяснять каналу, что снимаем в другой раз. Объяснять буду спонсорам, что, значит, у нас что-то не вышло. Значит, я уже понимаю, когда я в следующий раз приеду, то есть, ну, я уже готовлю запасные варианты. И так вот смотрю на небо, значит, это смешно, может быть, звучит, но просто по щелчку пальцев, по миновению руки в 9 утра абсолютно свежее небо, и вертолетчики говорят, нам все надо лететь. И мы летим, но единственное ограничение у нас вместо, там, двух дней съемки был один день, то есть, одна телевизионная смена, даже чуть меньше 7 часов. И мы вместо вот двух дней вынуждены были все это снимать в два раза быстрее, ну, тут-фу-фу, вроде как бы все вышло. Нет, все вышло, потому что я смотрел этот фильм, фильм действительно замечательный для меня открытие, то, что это всего лишь один день. Работы, у меня такое ощущение, что там неделю, как минимум, провели. Хорошо, как вас встретила Агафья? Как показался, каким показался вам Таежный Тупик? Ну, вы знаете, я так понимаю, что она избалована, безусловно, вниманием и журналистов, и там различных туристов, путешественников, паломников, поэтому, конечно, для нее, там, люди с камерами, там, не вызывают никакого удивления, и она, в общем, как я бы так сказал, знает, что говорить, потому что она, в общем, действительно, может быть, даже, в какой-то смысле, измучена вниманием. Василий Песков, Таежный Тупик. Чёрный полотняный платок. Чёрный полотняный платок. Николай Седов встретил начале нас, ну, прямо скажем, вопросом, вы что припёрлись? И только... Прям прямым текстом? Ну, прямым текстом, ну, там, нет, ну, он такой мужчина, он мужчина такой прямолинейный, он десантник в прошлом, о чём он много раз нам сообщил, перед тем, как мы подружились. Вот, так вот, так вот, сурово показывая свою руку, на которой часы настолько не сходили, что там даже дырочки, видимо, он проделал в ремешке, потому что ручищи у него были такие. Я думаю, что медведя-то он вообще может без всяких дополнительных причиндалов завалить. Одними часами. Да, одними часами, одним своим взглядом. И я в данном случае пошёл на некоторую журналистскую хитрость. Я ему говорю, так, а мы не просто так приехали, мы по благословению приехали. Почему благословению отца Игоря Мыльникова, собственно, духовника Агафии из Новокузнецка, строителя храма иконы всех скорбящих радость? Это было лукавство, потому что я действительно с отцом Игорем разговаривал. Отец Игорь действительно мне не давал формального благословения, но я подумал, что если он говорит, летите и снимите это кино, то, наверное, это можно считать добрым словом. Поэтому я позже с отцом Игорем разговаривал. Я говорю, ну вот я вот отец Игорь так взял на себя, можете мне задним числом дать благословение? Он говорит, ну, считай, что я тебя благословил тогда. Вот. И Николай сразу распылся в улыбке, и у нас с ним, в общем, случился диалог, и он проговорил многие вещи, которые, конечно, Агафья, ну, в силу разных причин не могла сама сказать. Он, конечно, нам, он тоже отчасти небольшой соавтор этого фильма. Для вас лично, вот, что было самым удивительным на Таёжной заимке? Насколько ей гармонично и хорошо вот в этой глуши? Есть такое замечательное выражение, нужно путать отпуск с эмиграцией. Мы получили все большое удовольствие, когда три дня были без связи, вначале все нервничали, а потом вот когда связь появилась на одной из автозаправок, где-то на трассе, у всех тут запиликали телефоны, пришла куча сообщений в мессенджеры, все оглядываются, я говорю, ребят, вам тоже кажется, какого же чёрта мы вышли из этого прекрасного леса, где было так тихо? Да, но это так тихо и хорошо, три дня, потом ты обратно хочешь в город, весело идти в дауншифтинг там на месяц, а может быть на год, а вот прожить всю жизнь там, да, это всё-таки такое испытание, и я думаю, что очень многие люди не понимают, насколько это серьёзно и лукавят, когда говорят, что я хотел бы уйти в глушь. А ей там прямо хорошо. И когда мы с ней беседовали, я её и так, и эдак спрашивал, а может, полетим куда? А вот, значит, она говорила о том, что хотел побывать на сутую землю, я говорю, давайте полетим на сутую землю. И, знаете, вот некоторые комментаторы там в фильме пишут, что он тут провоцирует, он же знал, что ну откажет, но вот я прошу прощения за минутку саморекламы, меня на слабо брать не надо. Если бы я сказала, полетели, я бы её отвёз в Иерусалим. Это не вопрос денег, это вопрос как бы действительно, ну, такого, может быть, там, журналистской удачи, если бы она согласилась. Вот есть такая возможность, вот вы говорите, хочу лететь, и завтра садимся в самолёт и летим в Иерусалим. Никак. Нет, нет, не поеду. Уверены? Не поеду. Её мир, вот её это, у нас проект назывался Айкумена, да, там Акумена как в «Гитаеме Мире», ай как вот современный, как ай-айфон, да. Так вот, вот её Акумена, это вот это заимка Лыковых, она у неё очень маленькая, но там, ну, там так много, ну, там, там так много любви и так, там так много Бога, что, видимо, вот ей хватает вот этого всего для того, чтобы жить, жить гармонично. Там невероятно гармонично. Василий Песков, Таёжный тупик. Я обошёл Лыковское поместье. Усадьба надёжно была упрятана от любого случайного глаза. От ветра место уберегалось складками горы Тайгою. Рядом с жилищем холодный и чистый ручей. Лиственничный, еловый, кедровый и берёзовый древостой даёт людям всё, что не были в силах тут взять. Зверь не пуган никем. Черничники и малинники рядом, дрова под боком. Кедровые шишки падают прямо на крышу жилья. Вот разве что неудобство для огорода, не слишком пологий склон. Но вон как густо зеленеет картошка. Денис, вот есть такое мнение, очень многие там в сети высказывались и высказываются, когда очередной раз там возникает вопрос, что вертолёт послать мне это типа очень дорого, это за деньги налогоплательщикам. Полтора миллиона рублей вертолёт. В одну сторону. Ну, туда-обратно, не в общем. Туда-обратно, нехило. И все говорят, что типа зачем всё это делается? Надо её взять, перевезти в деревню, выделить ей дом и всё остальное. Я так понимаю, что сложилось впечатление, что невозможно её оттуда увезти. Её перевозили. Она прожила буквально две недели. Ну, по версии Николая, ей стало плохо из-за воды и воздуха. Она может пить только воду из речки. Чистую. Да, значит, вот, хотя, ну, казалось бы, вода и вода, казалось бы, да, ну, что вот, ну, там, поставьте кулер ей, что называется. А вот, оказывается, нет, оказывается, нельзя поставить кулер, да, воздух какой-то не тот. Ну, казалось бы, воздух и воздух, да. Я как человек из Норильска, знаете, где там по запаху определялись, медного или с никелевого завода, дым идёт. Вот, скажу вам, что, в общем, везде экология вполне себе ничего, но вот, оказывается, и воздух ей не подходит. Но, думаю, самое главное, конечно, это то, что тятя не велит, потому что и Николай об этом говорил, и она сама об этом говорила, что она не может уехать без благословения. То есть, я думаю, что и вода, и воздух – это немножко отговорки. Хотя, с другой стороны, её возвращали чуть ли не при смерти. Я понимаю, что это немножко, там, может быть, мистика и веет, что она дотронулась до родной земли и сразу выздоровела, да, а была она где-то в городке, ей там было плохо. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Она не признаёт современную медицину, правда, она объясняет, знаете, чем? Тем, что игумени стали замуж выходить, а, значит, монахи стали жениться. Это, значит, последние дни наступают, поэтому медицина плохая. Я не вижу здесь причинно-следственной связи, но вот она так объясняла, почему. То есть, ну, Сири, всё плохо, чего уж тут лечиться? Как вы знаете, у неё вот большая опухоль, вот одна грудь у неё там невероятного размера, это доброкачественная опухоль, поэтому у неё не рак, но тем не менее, всё равно, конечно, это нужно оперировать. Но она никак не допускает себя, не то что врачей, к ней даже прикасаться нельзя. Ну, просто потому, что она не болела теми болезнями, которыми мы переболели в детстве, у неё просто нет иммунитета, даже каких-то, мне кажется, простых респираторных заболеваний наших. А вот сложилось впечатление, что Агафья чего-то боится, если что-то, что может напугать Агафью, или же она вот настолько в этом мире гармонична, как вы сказали? Ну, она медведя молитвой победила, да, ну, это может быть, конечно, байка её, да, о том, что на неё пошёл медведь, и она стала читать молитву, и медведь ушёл. Хотя, ну, мы знаем же историю, когда к Серафиму Саровскому приходил медведь, и он его проповедовал. Может, и правда можно зверя там отогнать молитвой? Я думаю, что человек, который на медведя идёт не с рогатиной, а с молитвой, ничего не боится. Ну, она только Бога, наверное, боится, потому что она глубоко верующий человек, конечно. А вы за кого молитесь, кроме как за себя? За кого-то ещё молитесь? А как, получается, что за помощь молиться надо, за всех. Вернуть ослабе всех, не того творясь и храдостно, божественную память и спасенную. Василий Песков. Таёжный тупик. Старик и Агафья говорили без напряжения и с удовольствием. Но часто разговор прерывался их порывами немедленно помолиться. Обернувшись в угол, где, как видно, стояли невидимые в темноте иконы, старик с дочерью громко пели молитвы, кряхтели, шумно вздыхали, перебирая пальцами бугорки листовок – инструмента, на котором ведётся отчёт поклонов. Молитва кончалась неожиданно, как начиналась. Беседа снова текла от точки, где была прервана. Денис, последний вопрос. Где можно посмотреть фильм? Мы изначально снимали это и за деньги телеканала «Мир», и для телеканала «Мир». Поэтому, конечно, это вышло на телеканале «Мир». Я перед этим для друзей устраивал небольшой показ в кинотеатре. Это было исключительно в формате дружеской вечеринки. Можно посмотреть на Ютьюбе. За неделю около 200 тысяч просмотров. Фильм короткий, 24 минуты, потому что он изначально снимался под телевизионный формат. Многие говорят, что так мало? Я говорю, ну, ребят, если бы мы снимали изначально для интернета, там можно было хоть сагу длинную снимать, хотя, конечно, 7 часов очень мало. По-хорошему надо снимать ее было и зимой, и летом, и с ней прожить. То есть это, если сделать там кино-кино. Вот. А на телевидении сейчас больше 24 минут никто кино не делает. И я надеюсь, что наши слушатели потратят 24 минут своего времени, чтобы окунуться в этот прекрасный духовный заповедный «Мир Агафьи» и «Мир Таежного Топика». Я очень советую вам потратить 24 минуты, а потом еще 24 минуты потратить, потому что этот фильм нужно пересматривать, и над ним нужно подумать. Напомню, что в гостях у нас был Денис Терехов, автор, ведущий телеканала «Мир», человек, который снял замечательный фильм об Агафьи Лыковой и о «Таежном Тупике», который открыл Василий Михайлович Песков в свое время для широкого читателя и зрителя. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Субтитры создавал DimaTorzok